Благословение И для этого мы начнем с молитвы Наш дивный чудный Творец Вот и наступило субботнее служение Время, когда мы вместе с нашими сестрами, братьями, твоими детьми Можем объединиться и поклониться твоему имени Воздать тебе славу и хвалу Мы благодарны тебе за все благословения, которые ты послал нам на протяжении этой недели И сейчас мы, оставив все свои дела Хотим прославить тебя, поблагодарить тебя И просим особенного твоего благословения Прибудь в наших сердцах, здесь и сейчас Во имя твоего Иисуса, аминь Аминь А сейчас мы приглашаем вас объединиться в одном гимне И прославить нашего Бога Творца Красота Иисуса, светись во мне Вся Его полнота, проявись во мне Дух рук и огня Оживи меня Чтоб сияла во мне красота Христа Пусть увидят во мне красоту Христа Пусть душа старшеством из полы мою Пусть любовь пребывает во мне всегда Пусть любовь пребывает во мне всегда О, Дух Божий, приди Все во мне измени Чтоб сияла во мне красота Христа Пусть душа старшеством из полы поет, славит имя Христа и под ним живет. Чтобы имя Христа прославляли уста, чтобы пела душа без славы всегда. Возвожу Отче к горам, откуда придет помощь моя, помощь моя от Господа, створившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге Твоей, не дремлет, хранящий Тебя, не дремлет и не спит, хранящий израиль. Господь, Хранитель Твой, Господь, сень Твоя с правой руки Твоей. Иисус Спаситель, Божий Сын Святой, Агнец Божий наш Мессия, Вечный Всеблагой. Славьте, славьте Бога, Он Сына в мир отдал. Послал Святого Духа, чтоб весь мир о Нем узнал. Иисус Спаситель, Божий Сын Святой, Славьте, славьте Бога, Он Сына в мир отдал. Послал Святого Духа, чтоб весь мир о Нем узнал. Славь Бесконечный, я увижу ли Христа, Там служить я буду вечно, Спаситель, я увижу ли Христа, Там служить я буду вечно, Спаситель, я увижу ли Христа, Послал Святого Духа, чтоб весь мир о Нем узнал. Славьте, славьте Бога, Он Сына в мир отдал. Славьте, славьте Бога, Он Сына в мир отдал. Славь Бесконечный, я увижу ли Христа, я увижу ли Христа, Он Сына в мир отдал. Славь Бесконечный, я увижу ли Христа, я увижу ли Христа, Можете поставить на паузу и поразмышлять над следующими текстами, записанными в Евангелии от Луки, Матфея, Иоанна. Вкратце из этих стихов мы можем понять следующее, что Иисус всегда искал доброе в других, Он обнаруживал и поощрял лучшее в них. Мы видим, что Он принимает грешников и есть вместе с ними. Мы видим, что Он пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Иудеи были обеспокоены тем, что Господь общался с нечестивыми, и мы видим, что религия книжников, фарисеев и судукеев была религией избегания, то есть их цель заключалась в том, чтобы делать все возможное, только избежать осквернения грехом. Но будучи не оскверненным грехом, Иисус Он сошел на нашу с вами землю, чтобы искупить каждого из нас и победить грех, но не избегать его. Он свет нашего мира. Интересно с вами посмотреть на поведение Иисуса среди людей, как вел себя Иисус среди обычных людей. Можете также поставить на паузу и поразмышлять над следующими стихами записанными в Евангелии от Руки и в Евангелии от Иоанна. Даже когда обстоятельства оказывались очень непростыми, реакция Иисуса Христа была исполнена благодатью. В Евангелии от Руки говорится, что толпы людей дивились словам благодати, исходившим из уст Его. А Евангелие от Иоанна добавляет, что благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Его подход к людям был просто обезоруживающим. Благодатные слова Спасителя трогали их черствые сердца. Прочитайте в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Марка следующие стихи. Как обнадеживающие слова Иисуса, которые Он сказал двум самым обычным людям, римскому сотнику и еврейскому книжнику. И с первого мы видим, что слова Иисуса, сказанные римскому военачальнику, произвели в его душе переворот. Подумайте, что должен был чувствовать этот суровый и брутальный воин, когда Иисус заявил, что не нашел такой веры даже во всем Израиле. А что было также в мыслях еврейского книжника, когда Иисус сказал «недалеко ты от Царствия Божьих». Из этого мы видим, что Иисус обладал способностью выявлять в людях лучшее. Даже то немногое, за что можно похвалить, способно открыть сердца для Евангелия. Ищите доброе в окружающих вас людях и дайте им понять, что вы цените их так, как это делал Иисус Христос. Что интересно, так это то, что метод благовестия нашего Господа выходит за рамки заученных речей и подготовленных презентаций. Этот метод также богат и действителен, как и сама жизнь. Каждый день мы общаемся с людьми, которые имеют разнообразные потребности. Это могут быть физические, умственные, эмоциональные или духовные. Христос желает восполнить эти потребности через нас с вами, когда мы заботимся об одиноких, скорбящих и страдающих людях, проявляя интерес к их радостям, надеждам, нуждам и мечтам. Иисус заботился о насущных потребностях людей, чтобы в конечном итоге Он мог восполнить их самые глубокие нужды. Насущная потребность – это такая сфера нашей жизни, где люди уже чувствуют, что не могут решить проблему самостоятельно. Это может быть желание бросить курить, снизить вес, перейти на лучшую диету или уменьшить стресс. Это может быть нужда в пище, жилье или медицинском обслуживании. Потребность в консультации относительно брака или семьи тоже может быть там. Но в действительности больше всего люди нуждаются в личных отношениях с Богом и осознании вечной значимости своей жизни. Давайте прочитаем повествование о парализованной, которое записано в Евангелии от Матфея и о неизлечимо больной женщине, записанной в Евангелии от Марка. Каким образом эти две истории указывают на то, что Иисус связывал физическое исцеление с примирением с Богом? Исцеляющее служение Иисуса Христа включало в себя гораздо больше, чем просто физическое и эмоциональное восстановление. Иисус жаждал восстановить людей, желал дать им ту полноту, которой лишил их грех. Христос знал, что физическое исцеление без духовного будет неполным. В конце концов, каждый исцеленный Иисусом человек, он оставался смертным и через какое-то время все же так же умирал. Следовательно, в действительности люди прежде всего нуждались в духовной истине. Примирение с Богом в разрушенном мире – вот наша конечная потребность, которая нам нужна. Подумайте о людях в вашем окружении. Что вы можете предпринять, чтобы удовлетворить нужды окружающих и проявить заботу о них? Что может каждый из нас лично сделать? Прочитайте стихи, которые записаны в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Иоанна. Какие три направления составляли основу служения Иисусу? Иисус сочетал в Своем служении три направления – учение, проповедь и исцеление. Он делился вечными принципами, чтобы каждый из нас мог жить жизнью исполненной смысла и цели. Иисус сказал, что пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Его служение было исполнено благодатью. Иисус пришел, чтобы дать нам возможность жить жизнью с избытком сейчас и вовеки. Я предлагаю вам подумать над следующими вопросами. Возможно ли жить жизнью с избытком, которую предлагает Иисус, если вы мало обеспечены или больны? Как практически мы можем вести людей к духовным истинам, когда служим им их физическим и эмоциональным нуждам? Хотел заметить то, что имеет значение для Иисуса. В Матфея в 25 главе говорится о трех притчах. Как вы думаете, что имеет значение для Иисуса? В 25 главе Евангелия от Матфея Господь приводит три притчи о последнем времени. Эти притчи описывают качество характера, который Иисус действительно считает важным для народа, ожидающего Его второго пришествия. Первая – это притча о десяти девах, обращает внимание на важность искренней, подлинной и неподдельной, наполненной духом жизни. Как мы можем быть светом и солью мира, если не будем духовно возрастать и духовно сильными? Вторая – это притча о десяти талантах. Она подчеркивает важность верности в использовании даров, которые Бог дал каждому из нас. Не нужно стесняться, для Бога нет больших и малых даров. Все можно обратить во славу нашего Господа. И третья – это притча об овцах и козлах показывает, что истинное христианство действительно служит нуждам тех, кого Бог ежедневно приводит в нашу жизнь. И если мы с вами так вкратце обобщим эти три притчи, то можно сказать, что для Иисуса имеет значение – это духовное возрастание, отношение с нашим Богом. Второе – это использование всего нашего потенциала в служении Господу и нашим ближним. И также забота о нуждах ближнего, как о личных потребностях. И в заключение хочется сказать, что Иисус осознавал, что мир нуждается в наглядном примере Евангелия, так же, как и в его превозглашении живое свидетельство христоподобной жизни. Посвященный служению другим, все это становится весомым доказательством наших слов и внушает доверие к нашему свидетельству. Иисус, Он искренне заботился о людях, и это меняло их жизнь. Елена Уайт говорит, «Лишь метод Христа приносит подлинный успех в проповедовании Божьей истины. Находясь среди людей, Спаситель общался с ними, желая их добра. Он проявлял к ним сочувствие, Он служил их нуждам и забоевывал их доверие. Только после этого Иисус говорил им, следуй за Мною». Вот такие вот слова. Я услышал один пример, в котором говорилось о том, чтобы на выходе из церкви были такие слова «вход на богослужение». Потому что не только в церкви мы можем показывать и должны показывать истинное христианство, а больше всего мы должны показывать это за ее стенами, где это сделать гораздо труднее. Пусть Господь благословит каждого из вас и даст силы оставаться истинными последователями Христа, где бы мы с вами не были. желаю это вам во имя Иисуса нашего. Аминь. На перемене между уроками Эммануэль дразнил 13-летнего Эгги. Они вместе учились в адвентистской школе в Либровилле в Габоне. Зная, что Эгги очень вспыльчивый, Эммануэль говорил ему всякие гадости. Эгги рассердился и сразу же ударил мальчика по щеке. Эммануэль это не понравилось, поэтому он ударил Эгги в ответ. Эгги был в ярости. Он еще раз ударил Эммануэля. Окружив мальчиков, дети, подзадоривая, начали кричать. «Не трогайте их! Пусть дерутся!» Тут прибежал помощник учителя, который разнял мальчишек и разогнал их по своим местам. «Почему вы деретесь?» «Он говорил мне гадости», – ответил Эгги. «А он ударил меня», – сказал Эммануэль. «Вам не следует драться. Дерутся только животные. Извинитесь!» В качестве наказания мальчикам пришлось просидеть два часа отдельно от остальных детей, молча задумавшись над своим поведением. Это были долгие два часа. Спустя некоторое время Эгги прошептал Эммануэлю. «Почему ты дразнил меня?» «Я просто шутил», – прошептал Эммануэль в ответ. Эгги хотелось, чтобы он перестал быть таким вспыльчивым. Тем летом дедушка отправил Эгги в следопытский лагерь. Учитель библейского класса Эгги тоже поехал. Он проводил утренние и вечерние служения. В конце трехнедельного отдыха он спросил ребят, желает ли кто-то из них отдать свое сердце Христу. Он рассказал им о том, что Иисус способен изменить их сердца и вместо злости наполнить их миром и любовью. Когда Эгги это услышал, он вспомнил о своей вспыльчивой натуре, что из-за этого он полез в драку и тем самым огорчил своих родителей. Он хотел измениться и начал молиться. «Господь, я хочу следовать за тобой». Затем Эгги встал и вышел вперед. Окружающие удивились, когда увидели это. Его учитель библейского класса был счастлив, увидев, что Эгги желает креститься. После крещения, выйдя из реки, Эгги не почувствовал никаких изменений. Он думал, что должно было случиться что-то невероятное, но все казалось таким, как и прежде. Шли дни, и он стал замечать, что многое то, что он делал раньше, ему больше не нравится. Даже его друзья заметили, что его уже не так легко разозлить, как это было прежде. В один из дней Эммануэль принес в класс на продажу пирожные, а Эгги не захотел ничего покупать. «Я сегодня не хочу ничего покупать», – сказал Эгги. «Я плохо себя чувствую». «Да ладно, купи одно», – настаивал Эммануэль. «Нет, я не могу», – ответил Эгги. Эммануэль пришел в ярость и ударил Эгги. Но Эгги совсем не разозлился и молча ушел. Он был так благодарен Иисусу за помощь, ведь он научил его справляться с гневом, и Иисус изменил его сердце. В 2017 году, благодаря пожертвованиям 13-й субботы, была построена средняя школа для 280 учеников в родном городе Эгги, в Либровиле, в Габоне. Спасибо вам за то, что, принося свои пожертвования 13-й субботы, вы помогаете менять жизни людей. Это имеет огромное значение. «Быть дома миссионером» просто. Достаточно иметь телефон и подключенный интернет. «Отправьте запрос на WhatsApp-номер, и вы получите короткие аудиопроповеди, с которыми можно делиться с другими людьми. А еще вы можете прислать номера телефонов тех, кому мы можем отправить эти аудиопроповеди. Также напоминаем вам, что на коротких волнах идет вещание радиопрограмм на коренных языках. Настройтесь на правильную волну. Делитесь надеждой». Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Hope Media Central Asia, где вы можете найти различные видео, такие как караоке, «Вести надежды», детский рассказ, семинары, а также проповеди. Чтобы не упустить наши видео, нажимайте на колокольчик. Дорогие дети, сегодня суббота, и сегодня мы находимся сейчас с вами на Коряковском озере. Здесь еще в 18 веке добывали соль. Это озеро Соль. И сейчас я сижу на горе чистой-чистой соли. Я сегодня хочу вам рассказать историю, связанную со словами Иисуса Христа. Соль – добрая вещь. Соль – это большая радость и большое благословение для каждого из нас, потому что все вкусные продукты с добавлением соли. Соль добавляют еще различные даже лекарственные средства и применяют при разных заболеваниях. Например, солью повозят горло, потому что соль умеет обеззараживать вредные бактерии. Дорогие дети, когда человек добавляет соль в какие-то продукты, они дольше сохраняют свою свежесть. И наверняка вы видели, как ваши мамы или бабушки делают заготовки на зиму. Они добавляют соль, сахар, какие-либо различные консервы, добавляют огурцы, помидоры, и это все остается на зиму. Вы открываете банку зимой на Новый год, а там помидоры, вкусные помидоры. Так вот, почему Господь так сказал о соль, что соль добрая вещь. И эти слова были обращены к верующим людям, потому что на этом примере он хотел всем нам объяснить, что когда человек становится верующим, он похож на соль для этого мира. Когда много верующих, когда они влияют на общество, влияют на место, где они учатся, на работу, куда они ходят, то тогда они приносят в этот мир защиту от разложения, от порчи. Именно верующий человек, когда на его устах Слово Божие оберегает этот мир от полной разрухи и развала. И мы своими словами, мы направляем людей к Царству Небесному, к соблюдению Слова Божия и заповеди Его. Это все похоже на действие соли. Это незаметное действие, но сильно влияет на наш мир. И благодаря верующим людям очень много доброго появилось на этой земле. Много добрых законов, тоже на основании Слова Божьего, которые являются также с солью, уберегая нас от плохого, от порчи, от разложения, от гниения. Поэтому, дорогие дети, соль добрая вещь. И ни в коем случае она не должна потерять силу. Прошло уже два века, как на этом озере собирают соль, а ее так много и она очень полезна. Когда я побывал на этом озере впервые, а вы знаете, я болею аллергией. И после посещения этого озера две недели я не чувствовал никаких симптомов моего заболевания. Я был очень рад, потому что соль по-доброму повлияла на мое здоровье. Дорогие дети, обращаюсь к вам. Будьте всегда похожи на добрую соль, которая всегда нужна в нашем мире. Пусть это будет вашим благословением. Аминь. Дорогие дети, у меня задание к вам. Прочитайте в Священном Писании, что еще говорится о соль. И второе. Спросите у ваших родителей или родственников, что еще доброго соль делает для нас. Пока-пока. До свидания. Дорогая церковь, я приветствую вас. Слава Богу, что мы можем еще один раз так с вами встретиться и размышлять и питаться Словом Божьим. Сегодня хочется поговорить о плодах, которые приносят погоня за выгодой. И мы часто с вами куда-то бежим, пытаемся иметь больше денег, иметь какие-то материальные ценности, жажда выгоды. Но, к сожалению, это рождает чаще всего эгоизм. И все это убивает нашу духовную ценность и мы не можем расти духовно с вами. И вот когда все наши помыслы и мысли направлены на одну цель – достичь каких-то благ мирских, то мы с вами забываем, что Господь заповедовал нам какую миссию, и мы отдаляемся от нашего Господа. И, несмотря на все, мы знаем, что Господь всегда благословляет каждого из нас благом. И когда у нас есть вот эти все блага и благословления, очень важно не уделить им все свое время, а все-таки оставить время для нашего Господа и благодарить за то, что Он нам дает. Потому что мы с вами не принадлежим сами себе, потому что Господь отдал за нас свою жизнь. И я хочу вам задать такие вопросы, над которыми нужно задуматься. «Не забыли ли мы, какая бесконечно дорогая цена была уплачена за наше спасение? Жива ли признательность в нашем сердце? Не будет ли посрамлен крест Христов жизнью, полной эгоизма и своей корысти?» Очень важные слова, над которыми мы должны с вами задуматься. И вот когда наступает момент, когда нужны будут финансы, средства для проповедования Евангелия, то чаще мы с вами можем быть равнодушными. И вот этот эгоизм, он нас захватывает, и мы просто нечувствительны к призывам и к тому, что мы должны сделать. И интересно, Елена Уайт пишет такие слова. «Должен ли Христос, величие неба, царь славы, нести тяжелый крест и терновый венец и пить горькую чашу в то время, как мы покоимся в праздности, угождаем себе и забываем о людях, за которых Он, умирая, пролил свою драгоценную кровь?» «Нет, давайте будем жертвовать, пока у нас есть на то силы и возможности. Давайте будем работать, пока есть здоровье. Давайте будем действовать, пока еще есть время. Давайте посвятим себя и наши средства на служение Богу, чтобы нам удостоиться Его одобрения и получить Его награду». Какие глубокие слова и вот эти мысли, которые мы с вами сейчас услышали. Поэтому будем об этом думать и чтобы Господь нас побуждал, чтобы мы были верны в наших десятинах и пожертвованиях. Давайте помолимся. Дорогой наш Господь, мы благодарим за Твою жертву, за то, что Ты такую дорогую цену за каждого из нас заплатил, чтобы мы могли стоять здесь, пред Тобой. И Господи, даруй нам откликаться на Твои призывы и быть жертвенными, чтобы мы могли, как Церковь Твоя, распространять Твою весть и служить Тебе в этом, Господи. Блослови каждого, кто находится пред Тобой, кто нуждается. Благослови особым образом и поддержи. Молимся мы во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Благослови особым образом и поддержи. Благослови особым образом и поддержи. Субтитры подогнал «Симон» 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 Доброе утро, дорогие братья и сестры, друзья, знакомые, всех тех, кто любит читать Слово Божие, всех тех, кого вдохновляют эти священные строки Священного Писания, рад приветствовать в эту Святую Субботу и все мы сегодня получаем очень много разных сообщений, разных обращений, просьб молитвенных, о ходатайственной молитве, молитве за наших близких, родных, друзей, знакомых, за тех, даже кого мы не знаем, но знают наши близкие друзья, и они просят, молитесь, пожалуйста. Кто-то болеет, кто-то испытывает трудности экономические, кто-то какие-то другие переживания имеет и нуждается в особой поддержке, нуждается, чтобы за него совершали молитвы ходатайственные, нуждаются в том, чтобы их вера была сильной, чтобы они были вдохновлены, переживая это время, в котором мы с вами живем. Оно насыщено разной информацией, и среди тысячи голосов, которые мы с вами слышим, как важно и как хочется, как ценно слышать голос Божий, слышать волю Божию, видеть Его в своей жизни, осознавать, ощущать, осмыслять то, как Он любит нас, то, как Он поддерживает нас. В Священном Писании есть один уникальный пример ходатайственной молитвы. И поскольку центральной личностью Священного Писания является наш с вами Господь Иисус Христос, и молитва, ту, которую мы сегодня будем вместе с вами читать и размышлять над которой, произнес эту молитву сам Господь Иисус. для того, чтобы вдохновить учеников своих, для того, чтобы поддержать их, для того, чтобы их последующее служение Евангелия этому миру было успешным и благословенным, чтобы, переживая те трудности, с которыми они будут сталкиваться в этом мире, они могли всегда понимать и осознавать, и чувствовать, и видеть в своей жизни поддержку Господа Иисуса Христа. Эта молитва записана в Евангелии от Иоанна, евангелистом Иоанном. Никто из евангелистов эту молитву больше не записал. Давайте мы обратим свое внимание на эту молитву и вместе прочитаем со мной из Слова Божьего. Итак, Евангелие от Иоанна, 17 глава. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час прославить Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякую плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Сие же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел, у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое ученикам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что я ишел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всех мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все Мое Твое, и Твое Мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире. Я к Тебе иду, Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю Тебя, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истинную Твоею, Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Из-за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал меня. И славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне, да будут совершены, воедино, и да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мной, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал меня. И я открыл им имя Твое, и открою да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Дорогие друзья, мы с вами только что прочитали, эту молитву, она очень большая, как вы заметили, и отличается от всех других молитв тем, что она несет такое, знаете, открытую, подробную, ходатайственную молитву слов Иисуса Христа за своих учеников. Мы часто в Священном Писании встречаем именно о том, что Иисус очень много уделял молитве, Он очень много молился. Он даже, как говорят ряд евангелистов, Матвей подчеркивает, и другие евангелисты, что Он молился всю ночь. И часто мы видим то, что Иисус мог преображаться в тех или иных молитвах, или после молитв происходили какие-то события, какие-то действия, и к этим действиям Ему всегда надо было готовиться. Но интересно, дорогие, евангелист Иоанн не говорит о молитве в Гефсиманском саду перед своим арестом, которую совершил Иисус Христос. Но Он посчитал важным записать именно эту молитву. Эту молитву Иисуса Христа, как многие называют молитвой, ходатайственная молитва Иисуса Христа. Я бы сегодня назвал ее так, знаете как, молитва наставника, о своих учениках. Молитва учителя, которого глубоко заботит, что будет с его учениками. И вот Иисус говорит эту молитву именно в преддверии своих страданий, голгофских страданий. Он знает, что впереди будет с ним происходить. Он знает, что грех всего мира будет возложен на него. И смерть греха разлучит его с небесным отцом. Нам даже до конца не понять, как это было трагично для Иисуса Христа. Как ему тяжело, тяжела сама мысль о том, что ему придется разлучиться с тем, с кем он един. И вот в этот момент, когда ему предстоит пережить, можно сказать, главный акт Евангелия, Иисус заботится о учениках своих. Он переживает, что будет, когда ученики увидят это все. Он переживает, что будет дальше с ними. Он молится о их единстве. Мы видим с вами здесь, в этой молитве, очень много говорится о единстве учеников. И Иисус проводит параллели. Он говорит, как мы с тобой едины, Отец, так и я хочу, чтобы они были едины. Как я открыл им тебя, так пусть и они откроют людям меня. Очень много параллелей. вообще это уникальная молитва, уникальная молитва. И там много тем Иисус Христос поднимает. Но сегодня я именно хотел бы сосредоточиться на самом понимании ходатайственной молитвы. Я часто думал, вот мы с вами все знаем по учению адвентистов седьмого дня и основанную на послание к евреям апостола Павла и книги Откровения о том, что Иисус совершает ходатайственную молитву на небе, в небесном храме. Это, конечно, отдельная тема. И я сегодня не хотел бы именно затрагивать вот эту тему. но это всегда побуждало меня думать, а какова молитва Иисуса Христа там, на небе? Какова ходатайственная молитва Иисуса Христа за нас? Вот вам пример, дорогие, в Евангелии от Иоанна. Как Иисус, как Он страстно, как Он искренний, как Он посвященно молится о своих учениках, как заботят, глубоко заботят Его о том, что с ними будет, что они будут переживать. Интересно, в этой молитве Господь Иисус сперва говорит о уникальных вещах. Он говорит, как бы, я молю Небесный Отец тебя о них, не о всех, а о них, о своих учениках, давая как бы вот нам некий посыл о том, что есть люди, которые находятся особо рядом с нами, которым мы являемся наставниками, которых Отец Небесный приводит к нам лично, чтобы мы заботились о них, чтобы мы пеклись о них, прежде всего наши близкие, родные, друзья, но и, конечно же, наши ученики, тем, кому мы являемся наставниками, тех, на кого мы влияем, по-доброму влияем, тех, кому мы открываем жизнь Иисуса Христа, открываем любовь Иисуса Христа. И вот мы видим с вами, как Иисус заботится о тех, кто был рядом с ними. И он говорит, я их сохранил. Сперва он говорит, я открыл им тебя, открыл им истину твою, открыл им истину о том, что скоро пострадаю я. Скоро совершится один из самых главных актов любви. И в этот момент Иисус думает не о себе, он думает о своих учениках. Чтобы они были едины, чтобы они не рассеялись, чтобы они были вдохновлены Словом Божиим, Словом Иисуса Христа и могли переживая трудности в жизни, которые будут встречаться с ними, особенно в проповеди Евангелия, потому что не все будут принимать Слово их, не все будут принимать свидетельство Иисуса Христа. И именно в этот момент они будут нуждаться в поддержке Божьей. И поэтому Иисус говорит эту молитву. Но важно заметить, дорогие друзья, что в этой молитве, которую мы с вами прочитали, Иисус говорит не только о своих учениках, Он ходатайствует и просит Небесного Отца о всех нас с вами, вот о той святой преемственности, когда ученики Иисуса Христа передали благую весть в века, до наших дней она дошла благодаря этой молитве, благодаря служению Иисуса Христа, благодаря тому, что ученики были едины, что они были хранимы Иисусом Христом этой молитвой. Иисус говорит, «Я сохранил их, я открыл им, я им передал, я им доверил весть». Для нас это, дорогие, сильный пример, сильный пример того, что как мы должны поступать, чтобы эта святая преемственность сохранилась, чтобы каждый из нас мог также заботится о своих учениках, о тех, кому или кого нам доверил Господь. Отец Небесный нам доверяет. Он хочет, чтобы мы под вдохновением Слова Божьего, благодати, действующей в нас, могли служить тем людям, которые окружают нас, могли внести эту добрую весть, и чтобы никакие трудности не сломили нас, чтобы Господь мог укреплять нас изнутри, чтобы вера в Бога, живого Бога, который обещает приготовить нам место и прийти за каждым из нас в тот час, в последний день. А пока мы живем здесь с вами, пока мы совершаем это служение, пока мы нуждаемся особо в этой ходатайственной молитве Иисуса Христа на небе за нас и о том, чтобы мы молились ходатайственной молитвой за тех, кто окружает нас с вами. Тех, кого Господь нам доверил. Безусловно, в этой молитве очень много тем, но я именно на этом ставлю акцент свой. Сегодня, сейчас мы нуждаемся в этом, дорогие. Мы нуждаемся в том, чтобы за нас звучали ходатайственные молитвы, как никогда. Чтобы мы были едины в проповеди Евангелия, в вести Божьей, в том, чтобы нас согревала вот эта святая надежда. В эту молитву вы можете вставить свое имя, как будто Иисус молится за вас. Представьте это. Пусть это согреет ваше сердце, пусть это благословит вас. Я однажды слышал одну интересную такую иллюстрацию, одну интересную историю из уст своего преподавателя. Это было в Алма-Ате, и нам преподавала одна женщина, взрослая уже женщина, она по роду своего служения имела такое благословение от Господа совершать служение, преподавание в Индии. И она говорит, однажды ко мне подошел один местный студент и поделился. Можете ли вы помолиться за моего брата? Он очень сильно болен, он очень сильно нуждается в поддержке, как никогда, он очень нуждается в вере, чтобы Господь тоже коснулся его сердца, как и меня, но в данный момент он болен, я прошу вас помолиться о нем, чтобы вы не забывали его в своих молитвах. На что она говорит, да, я обязательно помолюсь, я буду молиться о нем. И я собиралась уходить, этот студент остановил, сказал, подождите, я только прошу вас, молитесь как за себя, молитесь так, как будто вы болеете. Я поделилась своими впечатлениями, говорит, я была тогда тронута, тронута вот этой просьбой и вот этим акцентом. Как часто мы совершаем молитвы, дорогие друзья, как много у нас молитв, о чем мы молимся, о ком мы молимся, когда мы молимся, как мы молимся. Это все важно, дорогие, очень важно. Но тогда, когда мы совершаем ходатайственную молитву за кого-то, пожалуйста, дорогие друзья, молитесь как за себя, как будто это касается вас лично. Пусть вам будут дорогие эти люди, о ком вы молитесь. На примере Христа мы видим с вами, что Иисусу были дороги все люди, но особо Иисус понимал, для Него были дороги ученики, ценные как те, с кем Он был очень близок, с кем Он был един. И дороги Иисусу все мы, потому что мы с Ним едины, благодаря вот этой святой преемственности, благодаря той вере и благодати, которую мы приняли по свидетельству их, по работе Духа Святого в нашем сердце. И, конечно же, Господь Иисус обращается ко всем нам и говорит, «Я продолжаю молиться за Тебя. Я продолжаю молиться за Тебя и за всех тех, кому Ты проповедуешь Слово Божие». Иисус молится о всех, и Иисус хочет, чтобы все люди спаслись. Но почему так важно молитва за учеников была тогда и сейчас важна, потому что именно благодаря проповеди Евангелия могут спастись многие люди, которые окружают нас. Да, люди нуждаются в исцелении. Да, люди нуждаются в том, чтобы их жизнь была облегчена от этого безумия, от этого засилия новостей, тысячи голосов и идей, которые вокруг нас находятся. Как различить тот истинный голос, который действительно призывает тебя, который действительно любит тебя, который отдал жизнь свою за тебя, как услышать, только если кто-то так же любит тебя, как любит Иисус. Тот, кто являет этот пример любви, посвященности, искренности и, конечно же, доверия. Дорогие, пусть Господь всех нас благословит. Благословит в том, чтобы мы могли быть такими же наставниками, каким является Иисус для всех нас, чтобы как можно больше людей имели спасение, имели мир сердца, тот мир, который может дать только Иисус Христос. Я приглашаю вас сейчас к молитве, дорогие друзья, чтобы Господь благословил нас, чтобы Его ходатайственная молитва за каждого из нас была услышана нами, и чтобы мы могли так же молиться и так же совершать служение, как совершал Его наш с вами Господь. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, сущий на небеса Бог, Бог человеколюбивый и многомилостливый, благодарим Тебя и славим Тебя за великий дар спасения в Господе нашем Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, что Ты однажды сказал эту молитву. Мы благодарим Тебя за то, что Ты отдал жизнь свою и пролил свою святую кровь за каждого из нас, за то, что Ты нашел нас в этом мире, за то, что были те люди, которые посвященно молились о нас, и не только, они были верными наставниками, они были верными учителями для нас. Ты Духом Святым побуждал их совершать это служение для нас, чтобы спасти нас, чтобы привлечь к себе. Господь, я прошу Тебя, благослови всех нас, пока мы еще на этой земле, пока мы здесь, мы нуждаемся в Твоей ходатайственной молитве. Пусть она всегда звучит в нас. Сохрани нас, Отче, открой нам, посвяти нас на служение, даруй нам, Отче, послужить всем тем, кто находится рядом с нами, чтобы открыть им Твою великую любовь, чтобы и они были Твоими учениками, чтобы и они были спасены, чтобы и они были однажды там, где Ты и мы будем. Слава, слава, слава Тебе, Господь, за услышанную молитву, ибо все просили во имя пролитой крови Иисуса Христа, благодарим Тебя как Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Спасибо, пастор, за такое слово, за то, что так вдохновили нас и показали, что же Бог хочет нам сказать. Мы также благодарны Вам, что Вы были вместе с нами на протяжении этого часа, когда вместе могли поклоняться нашему Богу. Мы желаем Вам искренних Божьих благословений, пусть Господь хранит и оберегает Вас. На этом наше утреннее служение заканчивается и мы хотим пожелать обильных благословений на эту неделю и до следующей субботы. Пусть Господь благословит Вас.